Пока, уважаемый президиум, дорогие участники конференции. Итак, является ли химио-лучевая терапия рака лёгкого местно распространённой альтернативой хирургическому лечению? Отчасти ответ на этот вопрос в плане предпочтений практикующих врачей американских и российских содержится на этих двух графиках. По данному Американского противоракового сообщества за 2016 год, для больных не мелкоклеточным раком лёгкого 3-4 стадии именно химио-лучевая терапия была наиболее частым и предпочитаемым методом лечения, тогда как чисто хирургическое лечение занимало какие-то казуистические 2%. Совершенно противоположная ситуация в России по официальным данным за 2017 год. Основная масса больных, пролеченных радикально в этом году, это больные, которые получили только хирургическое лечение. А химио-лучевая терапия составляет неполные жалкие 3%. Это при том, что по статистике и в России, как и во всём мире, примерно 30% больных выявляется именно в третьей стадии, которую можно и нужно лечить радикально. И только лучевая терапия в единственном изолированном варианте здесь, наверное, в одиночку работать не будет. Позвольте представить собственное мнение по данному вопросу, что бы я предпочла в той или иной клинической ситуации. Итак, первая стадия немелкоклеточного рака лёгкого. После тех достаточно оптимистичных данных, которых мы заимели за последние годы, о том, что стереотоксическая лучевая терапия очень даже неплохо работает, даёт сопоставимые отдалённые результаты в сравнении с радикальным хирургическим лечением и даже меньшую токсичность, в начале этого года появилась маленькая ложечка дёгтя. Это исследование от анонсовских авторов второй фазы, которая показывает, что, оказывается, стереотоксическая лучевая терапия даёт полный патнофологический регресс всего лишь у 60% больных спустя 10 месяцев после завершения лечения. Может быть, это времени достаточно реализации эффекта, хотя я не уверена, времени достаточно. Может быть, необходимо пациента держать просто под регулярным динамическим наблюдением для того, чтобы вовремя заставить момент прогрессирования, тогда уже проводить более агрессивное лечение. Может быть, СЕЙБР менее эффективно, кто знает. По крайней мере, появляются определённые перспективы. В настоящее время продолжается как минимум 8 исследований по комбинации СЕЙБР и иммунотерапии. Это в основном исследования первой и второй фазы, но есть исследования третьей фазы, Pacific 4, которые, если, как считают эксперты, продемонстрируют в будущем полный патнофологический регресс примерно в 80% случаев, может быть, это и будет иметь право на продолжение исследований в виде третьей фазы, уже более обширных. Вопросов нет. Отдам предпочтение оперативному лечению при второй B стадии. Это тот вариант, когда действительно операция должна быть проведена буквально на первом этапе. Совершенно иная ситуация при более продвинутой стадии третьей B и третьей C, где должно превалировать химилочевое лечение, поскольку слишком тонка та грань между истинно местно распространённым и уже распространённым процессом, слишком высок риск недооценки резектабельности, слишком высок риск наличия микрометастаза, которые пока не выявлены, поэтому химилочевая терапия. Кроме того, у нас появились данные о том, что добавление иммунотерапии, новой терапевтической опции позволит значительно улучшить результаты лечения таких пациентов, даже нерезектабельных. Не буду на этом останавливаться. А вот что делать при потенциально резектабельной третьей A стадии? В какую сторону склонить чашу весов? В сторону оперативного лечения или только химилочевая терапия? Действительно невероятное разнообразие клинических ситуаций в пределах одной этой третьей A стадии, начиная от маленьких размеров первичной опылины, массивного поражения лимфоузла, до стения, заканчивая огромным локальным процессом с пространением соседних структур, но при этом отсутствием признаков поражения региональных лимфоузлов. Что делать? Можем ли мы, проведя химио-лучевое лечение, таким потенциально резектабельным пациентам успокоиться и знать, что мы получим примерно такие же результаты, как и при оперативном лечении? Или мы в любом случае должны стремиться прооперировать таких пациентов? Ситуация в целом обстоит следующим образом. Пока еще никто точно не доказал с высокой долей достоверности, что тот или иной метод имеет определенные преимущества. А перспективных рандомизированных исследований по данной проблеме удручающе мало. Но, тем не менее, есть один мета-анализ от немецких авторов 2017 года, включающий шесть рандомизированных исследований за достаточно большой промежуток времени, более 20 лет, относительно небольшое количество пациентов по той причине, что часть исследований были закрыты отчасти по причине плохого набора больных, а три исследования закрыты по той причине, что последовательная химио-лучевая терапия в одной из групп, которая применялась на тот период, была признана неэффективной, и на смену ей пришла одновременная химио-лучевая терапия, как стандарт, и авторы решили закрыть исследование. Но два исследования полностью завершили набор. Что мы видим? Все пациенты в этих исследованиях – это третий АН2 больные, разнообразие схем химиотерапии, различная последовательность сочетания с лучевой терапией, различные дозы лучевой терапии, различные варианты хирургических вмешательств. В последних двух исследованиях, где применялась одновременная химио-лучевая терапия, мы действительно видим, что это оказывает значительное влияние на выживаемость, как на среднюю, так и на общую. Она оказалась лучше, чем в предыдущих, более старых исследованиях. Но весы очень вяло колебались то в одну, то в другую сторону в отношении общей выживаемости, что позволило авторам метанализа сделать вывод, что нет убедительных данных за то, что тот или иной метод имеют какое-либо предпочтение. Разница оказалась недостоверной. Те три исследования, которые отследили выживаемость без прогрессирования, показали следующее. Тот явный выигрыш, который показало исследование североамериканской группы, интергрупп, 0139, оно было полностью нивелировано данными других двух исследований, которые продемонстрировали, что в целом разницы опять-таки никакой нет. А вот что касается осложнений, то в группе хирургического лечения процент риск смерти на фоне лечения был значительно выше, чем в группе консервативного лечения, что действительно оказало негативное влияние на общую выживаемость и таким образом и спорствовало картину. Поэтому основной вывод метанализа таков. Более безопасное, хорошо спланированное, правильно проведенное одновременное химиолучевое лечение, потенциально резиктабельного, неименкоклеточного рака легкой 3-й стадии, является наиболее предпочтительным подходом в большинстве центров. Да, мы прекрасно понимаем, что после химиолучевого лечения частота объективных ответов может колебаться в пределах 60-70. Да, возможно, полный патоморфологический регресс будет далеко не у всех. По данным тех же самых исследований, в те группы, где пациенты после неодеванта шли на хирургическое лечение, полный патоморфологический регресс после химиолучевого лечения составлял где-то максимум 40%, возможно, если доза была бы больше, этот процент бы увеличился. Но если бы в большинстве вышеуказанных исследований применялась не последовательная, а современная, одновременная химиолучевая терапия, возможно, результаты были бы более уверенно склонены в сторону химиолучевого лечения. Кроме того, эти данные поддерживают применение химиотерапии и только одного локального метода, то есть либо лучевой терапии, либо операции, причём без чётких доказательств, какой из них лучше. То есть тримодальное лечение считается в настоящее время перелечиванием, и оно особых преимуществ перед химиолучевым лечением или химиотерапией с операцией не имеет. Это подтверждается двумя относительно недавними исследованиями немецких и швейцарских авторов, в котором пациенты после трёх курсов индукционной химиотерапии либо шли на операцию сразу, либо вклинился этап химиолучевого лечения, после чего пациенты, опять-таки, были прооперированы. И оказалось, что в отношении выживаемости, как без прогрессирования, так и общей, никакой разницы в обоих этих исследованиях продемонстрировано не было. Но всё-таки, возвращаясь к этой самой коварной третьей А-стадии, к разнообразию клинических ситуаций, всё-таки, конечно, не даёт покоя, но наверняка же это почти очевидно, что эти опухоли ведут себя по-разному, они имеют различное биологическое поведение, наверное, и подход к ним должен быть какой-то индивидуальный. В частности, считается, что опухоли Т4Н0, то есть огромный локальный процесс без признаков поражения региональных лимфозлов, это опухоли, которые ведут себя гораздо более агрессивно локально, нежели системно, и тогда, может быть, пациенты будут иметь выигрыш от изначального удаления этих опухолей с последующим проведением уже адвивантного лечения. Причём есть ряд ретроспективных работ, которые демонстрируют, что у таких пациентов, прооперированных даже на первом этапе, без какого-либо неадвивантного лечения, общая выживаемость пятилетняя может достигать 40% и даже выше. Есть ряд факторов, независимых факторов прогноза после хирургического лечения. Это, естественно, N-статус, чем он ниже, тем лучше результат общей выживаемости. И R-статус, R0, подразумевает более 40% пятилетней выживаемости после операции в сравнении с неполными 16% при R1-статусе. Но насколько велика частота реальных N0, я не могу сказать. Опять-таки, ретроспективные данные показывают, что она может колебаться в районе 40-45%. Наверное, хирургам виднее. Но в любом случае операции в этих ситуациях это прерогативы высокотехнологичных центров, где имеются, где концентрируются хирурги с большим опытом работы и с высоким мастерством. Для пациентов, которые не смогут доехать в подобной ситуации до такого центра, им остается, наверное, только химилучевая терапия. Проспективных исследований по этой проблеме мы, наверное, не увидим. В ближайшее время слишком редкая ситуация. Что делать с ситуацией N2? Опять-таки, пациенты разнятся. Есть данные о том, что объем поражения лимфузлов имеет большее значение для прогноза заболевания, чем их анатомическое расположение. И при поражении только одной зоны прогноз будет значительно лучше даже при хирургическом лечении, нежели при мультизонном поражении. То есть различия в пятилетней общей выживаемости довольно-таки значительные. Поэтому для пациентов с однозонным поражением лимфузлов средостения вполне можно рассматривать вариант оперативного лечения с химиотерапией на неводевантном этапе или на этапе адвивантного лечения. В случае же, если у пациентов имеются балки лимфузлы, или спаянные N2 лимфузлы, нужно рассматривать вариант химиолучевого лечения. Выводы, которые можно сделать на данный момент. Приместно распространён на потенциально резиктабельном немелкоклеточном раке лёгкого третьей астадии адекватная хорошо спланированная лучевая терапия является предпочтительной альтернативой операции у больных с N2, особенно при массивном их поражении. Если мы имеем дело с ограниченным поражением лимфузлов в пределах одной зоны размером до 3 см, то операция является методом выбора, преимущественно лобоктомии, потому что мы сегодня неоднократно слышали, что если предстоит пневмоноктомия и других вариантов нет, то лучше ограничиться химиолучевым лечением, результаты будут лучше. Тримодальное лечение с неогревантной химиолучевой терапией на первом этапе не имеет преимуществ, как показали два упомянутых исследования, но дальнейший прогресс в локальном системном лечении, а также фундаментальные исследования, которые изначально позволят нам лучевого лечения группы больных, вероятно, улучшат результаты нашего лечения. Вариант оптимизации химиолучевой терапии представлен на слайде, я сегодня уже про это говорила. Локорегиональная оптимизация в основном связана с компонентом лучевой терапии, с ее интенсификацией, с ее продвинутостью, что мы наблюдаем в настоящее время. Системная оптимизация подразумевает внедрение иммунотерапии на различные этапы консервативного лечения, не только в адьюванте, возможно, в неодиванте одновременно с химиолучевым лечением или даже заменяя химиотерапевтический компонент. Посмотрим. Исследования такие проводятся. Ну, а поскольку мы постепенно начинаем все-таки вступать в эру персонализированного лечения, в том числе персонализированной лучевой терапии, я думаю, что она нам когда-то поможет. На мой взгляд, персонализированная лучевая терапия в настоящее время лежит в трех основных направлениях. Во-первых, это определение исходной чувствительности или резистентности лучевой терапии, что обычно строится на основании генетических анализов, выявления генетических сигнатур. Но пока по поводу рака легкого ничего не могу сказать. Нет, это счет, исследования только идут. Во-вторых, это оценка эффективности облучения по каким-либо объективным биомаркионам в процессе лечения, ну и, наконец, поиск предикторов возможных лучевых осложнений. По второму пункту есть несколько очень интересных данных, которые, возможно, войдут в нашу практическую жизнь. Например, жидкая биопсия, которые имеют прогностическое значение, ибо их высокая плотность говорит о худшем прогнозе, в том числе и в отношении неблагоклеточного рака легкого. И выявление циркулирующих стромальных клеток, которых достаточно легко выявляются практически на любой стадии лечения, они ассоциированы с опухолевой инвазией. Если циркулирующие опухолевые клетки и стромальные клетки взяты из облучаемого очага, то они должны нести в себе признаки поражения ДНК индуцированными излучением. Одним из маркеров этого поражения может служить некий белок РАД-50, он связан с процессом репарации. Было показано авторами в исследовании 2017 года, что чем больше количество локусов этого белка, тем более ярко это отражается на выживаемости без прогрессирования. И наоборот, малое их количество соответствует тому, что опухоль, по сути дела, не реагирует на индирующее излучение. Процедуру можно проводить повторно, причем в процессе лечения, для того, чтобы быстро определиться, должны ли мы продолжать химолучевую терапию или нужно остановиться и переходить к этапу хирургического лечения, потому что предыдущий метод будет неэффективен. Второй возможный вариант – молекулярная визуализация, которая, в отличие от традиционной визуализации, позволяет оценить не только анатомические особенности опухоли, но и биологические функциональные изменения в опухолевых клетках и даже в микроокружении. Обычно это проводится метод МПЭД, магнитный резонанс и спектроскопии через различные варианты исследований, изменения метаболизма, степень гипоксии, пролиферация, паптозе, вальскуризации опухоли. Например, вариант мониторинга клеточной пролиферации. Излучение разрушает опухолевые клетки, что выражается в изменениях клеточной пролиферации и усилении клеточного паптоза. Это может быть зарегистрировано методом МПЭД с помощью специальных трейсеров. И вот посмотрите, тоже применимо к раку лёгкого. Слева мы видим динамическое исследование определения опухоли и пролиферации у больного в процессе химилучевого лечения. Причём мы видим, что до лечения достаточно выражена опухолевая пролиферация, темно постепенно по данным МПЭД начинает уменьшаться. А снизу это определение выявления усиления опухолевого паптоза также в процессе лучевой терапии по поводу аминстатического очага в головном мозге. Конечно, я реально смотрю на вещи и вряд ли сегодня или в ближайшем завтра мы будем работать таким образом, но, по крайней мере, может быть, следующему поколению онкологов не придётся ломать голову так уж сильно, как нам сейчас в плане того, что делать с потенциально редиктабельными больными третьей А стадии. Может быть, их вообще не придётся оперировать. Спасибо. Какие вопросы к Наталье Владимировне? Да, пожалуйста, Андрей Валерьевич. Пациент, который, который, тоже всего, выиграет химиотерапию. Функциональный статус, распространённость по Н. Опишите этого пациента, кому бы вы назначили химио-лучевой терапию. Только химио-лучевой терапии. Только химио-лучевой терапии. Каждый из нас, и хирург, и химиотерапевт, и лучевой терапевт, естественно, предпочитает пациента в хорошем статусе. 90-100 баллов по Корновскому. Но, увы, это далеко не всегда возможно. Поэтому считается, что лучше всего выигрывает пациент, естественно, в более высоком статусе, если касается статуса. В отношении распространённости процесса. Начиная с третьей стадии, с любой, я так полагаю, пациента можно брать на химио-лучевое лечение. Чем меньше опухолевый объём, возможно, тем лучше получится, результаты, но просто по именно по опухолевому объёму никто не сравнивал, насколько объём опухолевых масс может играть роль в отношении отдалённых результатов. Но однозначно я бы взяла пациента с третьей Б, возможность встретиться стадии, если он подходит по своему функциональному состоянию на химио-лучевое лечение, по крайней мере, на последовательный вариант, если пациент ослаблен. И часть пациентов с третьей А стадии тоже взяла бы на химио-лучевое лечение, по крайней мере, вот с теми балки лимфоузлами или мультизонным поражением лимфоузлов, которые зафиксированы всеми доступными методами. Ещё какие вопросы? Ну, собственно, я думаю, что в зале тоже не очень много хирургов, охотников операций при балке, когда есть инвазия из лимфоузлов. А с точки зрения опухолевой массы, мне кажется, уже эта классификация последняя, она уже как-то более чувствительна, она в зависимости от размера первичной опухоли уже Т. Наверное, уже можно так рассматривать. Ну, а так я могу я подытожить, что вы бы с удовольствием взяли пациента функционально операбельного, но пациент, который отказался от операции. Да. Хорошо, спасибо. А куда деваться? Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, в каком учреждении вы работаете в Ульяновске? Региональный областной клинический онкологический центр. Здесь центр. Спасибо. Продолжение следует...